Осенью она попревращается в сплошную стройку. Бетономешалки и большегрузные машины становятся неотъемлемой частью автомобильного потока. Заметны они в нем не только своими выдающимися из общего контекста размерами. Грязь сопровождает такой автотранспорт неизменно. Хоть в сухую погоду, хоть в распутицу. Мы наблюдали за тем, как они выезжают со строек. Водители в полной уверенности, что поступают правильно. Огромными колесами тащат грязь в город, хотя по правилам ПДД, пункт правил 1.5, Водителям запрещается загрязнять или разрушать дорожное покрытие. РБУ на улице Амелькова не просыхают в любую погоду. И ни разу за несколько дней съемки мы не увидели хоть каких-нибудь попыток вымыть колеса автомобилей. Хотя свои сапоги один из водителей обмыл все-таки шлангой. То, наверное, потому, что видел направленную свою сторону видеокамеру. ООО «Строитель» – фирма, построившая в нашем городе немало. Это сколько же килограммов грязи их бетономешалки перетащили на городские улицы. Ведь до сих пор на выезде из раствора бетонного узла так и нет хоть какого-нибудь маломальского устройства для мытья колес. Керхер сегодня приобрести не проблема. Любая уважающая себя фирма его имеет. Но стройки на улице Ленина и РБУ на улице Амелькова живут по старинке. Инспектор ГИБДД Александр Никифоров рассказал нам, что периодически выписывает водителям штрафы по 10 тысяч рублей. Только ВОЗ и ныне там. Ничего пока не меняется. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа. Регион.